Привет! Сейчас на рынке представлено довольно много карточных игр. Надо сказать, что этот жанр в последние годы стал довольно популярным, что даже у таких именитых разработчиков, как Blizzard или Electronic Arts есть свои игры в этом жанре. Но ребята из CD Projekt Red, еще в 2015 году заложили некую основу для своей будущей карточной игры, Гвинт. Гвинт в первую очередь подкупает тем, что в нем карты сделаны в стилистике Ведьмака. Сейчас игра проходит стадию закрытой бета-версии. И, повторюсь еще раз, Гвинт проходит стадию закрытой бета-версии. Оно и понятно почему. Все-таки создать хорошую игру в карточном жанре не так-то просто. А разработчики явно хотят создать не просто хорошую, а лучшую игру. Попасть в закрытую бету довольно просто. Нужно подать свою заявку на участие, и ждать. На электронную почту придет код, который нужно активировать и получить доступ к игре. В качестве подарка, разработчики дарят первого Ведьмака. За что им честь и хвала. Что касается Гвинта, то те кто играл в него еще в третьем Ведьмаке, почувствуют себя как дома. Сначала нам предлагается пройти обучение, после которого можно поиграть с другом, либо найти соперника среди других игроков. Еще есть тренировка, где можно посоревноваться с компьютером. В игре, кстати, есть русский язык. Он выбирается в настройках. Коротко об игре. Перед вами поле боя. У каждой из сторон есть три типа карт. Рукопашные, стрелковые и осадные карты. Перед боем можно обменять до трех ненужных карт, что сейчас и происходит на видео. Почти у каждой из карт есть своя боевая сила, наносящая урон другим картам. У меня-то уж нету сил. Также есть карты, дающие специальные способности, например, удвоение наносимого урона. Ходы совершаются поочередно. Если набрано достаточное количество урона, то, чтобы не тратить карты, можно спасовать. Тогда ваш противник может тратить свои карты, чтобы перебить ваш урон, либо спасовать в ответ. Игра длится от двух до трех раундов, то есть до двух побед. Разработчики уже на стадии закрытого бета-теста ввели возможность покупки других карт. Большинство тонкостей, например, возможность блокировать одни карты за счет других, никуда не делись. Но так как это закрытый бета-тест, то в релизной версии многое может еще поменяться, так что останавливаться на этом не будем. Теперь кратенько о том, что говорят про игру сами разработчики. Гвинт. Бесплатная игра, в которой есть внутриигровые покупки. Планируется сюжетный режим. В будущем игра будет всячески развиваться. Выход игры будет тогда, когда игра будет готова. Открытый бета-тест планируется весной 2017 года. Также известны системные требования ПК-версии, которые вы сейчас видите на экране. Колоду картни Львгарда появится в ближайшее время. Сейчас в игре доступны колоды Королевства Севера, Чудовище, Ская Тайли и Скеллиги. Что ж, такой вот он, Гвинт. Пока что игра получается интересной, но немного однообразной. Но это лишь закрытая бета-версия. Так что ждем релиз. А вы не забудьте записаться на открытую бета-версию. Субтитры создавал DimaTorzok